Воевода Тит – подлинная историческая личность. О подвиге военачальника известно из полного собрания русских летописей. Сам город Берестия на начальном этапе развития не так часто упоминается в исторических источниках. Еще реже в них упоминаются воеводы. Историки посчитали, что о военачальниках говорят всего лишь шесть раз. Знаковое место среди них занял воевода Тит. Основным источником изучения города Тит является летопись. И поэтому вот эти отрывочные сведения о нашем городе, они для нас еще очень ценные. И поэтому, когда в одной из летописей мы прошли вот такую запись, что когда-то давным-давно, в 1282 году, когда на наш город неожиданно напали ляхи, и разграбили наш город, ввели очень много пленных, награблено имущество. И тогда Берестийский воевода вдогонку, собрав 70 воинов, которые были у него в то время против 200 ляхов, он сумел отбить пленных, сумел вернуть все то, что было забрано из города. И, как записал летописец, с честью и достоинством он вернулся в наш город. Авторами композиции стали известные брестские скульпторы Олеся Гурщенкова и Павел Герасименко. Это не первый опыт сотрудничества творческого тандема с музеем. Это всегда интересно, работать с таким материалом. Пришлось изучать костюмы исторические, детали одежды. А работа над проектом велась порядка двух месяцев. Я лепила саму модель фигуры, а Павел сготавливал уже в твердом материале, переводил это все и тонировал. У авторов богатый опыт работы в создании скульптурно-историческую и военно-патриотическую тематику не только в нашей стране, но и за ее пределами – в Российской Федерации и Монголии. Среди их работ – скульптура Афанасия Бресткова, героем Советского Союза. Почувствовать состояние, потому что современный человек очень далеко ушел от своих корней. То есть это как наши корни – почувствовать связь. Подвиг воевода Тита увековечен в строчках на одной из плит на памятнике тысячелетия Бреста. С этого дня скульптура воевода Тита будет встречать горожан в первом зале музея. Субтитры создавал DimaTorzok